Всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня сложное время и очень похоже на то, что это все надолго. Поэтому предлагаю сегодня посмотреть вашу жизнь в кризисное время. Как будет протекать ваша жизнь, какие будут события, какие энергии будут вас окружать, какие будут успехи, достижения, а быть может потери. Зная наперед, где что-то разорвется, разрушится, всегда можно подстерить соломку. Сделать как-то так, чтобы не понести большие потери, подстраховаться. Давайте посмотрим. Ваша жизнь в кризисное время. Посмотрим. Ну, как ни странно, но кризис для вас станет временем довольно-таки больших достижений. Какого-то нового начала. По восьмерке кубков вы от чего-то будете уходить. Или вынуждены будете уйти в связи с обстоятельствами. Ну, карта маг говорит о том, что в каком-то смысле этот уход развяжет вам руки. Да, это некая стабильность, которая пошатнется для вас. Это будет неприятно. Потому что вы уходите от ситуации, где были перспективы. Много кубков золотых. Вроде бы там всё хорошо было и вас устраивала эта ситуация. Но вы отсюда уходите. И почувствуете вскоре после ухода, что обретаете свободу. Вам как будто дышать свободнее. Вы как будто хозяин своей жизни, своей судьбы. Карта маг. И уйдёте вы из-за какого-то обмана. Карта луна — это скрытые моменты. Это какие-то, ну, скажем так, невидные обстоятельства, которые имеют манипулятивный характер. Они не видны. Чьи-то действия за вашей спиной, может быть. Какие-то козни, интриги. Вы уходите от этой ситуации. Видите, как кризисное время, да, очень интересно. Показано в картах. Вроде бы сложное время, тяжёлое. Но с другой стороны, это время очищения. Вы отфильтруете вообще то, что вам уже не нужно. То, что у вас дегатива. То, над чем вы, возможно, были невластны долгое время. По карте башня. Это какое-то серьёзное разрушение будет. Что-то сгорит дотла. Какое-то событие произойдёт глобального масштаба. Это будет неожиданно. Это будет неприятно. Неприятно. Но вы найдёте поддержку. У вас будет человек с вами рядом, какой-то мудрый советчик. А шестёрка кубков — это доверие, это открытые сердца. Это верность. Вы не останетесь как бы один на один с этой проблемой, с этой ситуацией разрушительной. И человек вам даст понять, что этот ваш уход, это разрушение вашей стабильности приведёт вас на путь свободы. Выведет вас на этот путь. Вот так. За период вот этот непростой, ваша жизнь очень сильно изменится. У вас сейчас, может быть, выбор какой-то есть. Вы думаете об этом. Двойка жезлов, некая двойственность. Сомнения. Нужно выбирать между чем-то и чем-то. Или же вы всё-таки в будущем будете думать об этом. Да, здесь видите, что здесь в будущем крутой поворот какой-то будет в вашей жизни. Туз, жезлов. Я вот так сказала, здесь очень круто изменится ваша жизнь. В это время кризисное. Для кого-то это застой. Кто-то вот вынужден как-то взять остановку. А вы только начнёте движение. Для вас это время нового начинания. Вы будете поставлены перед выбором в связи с какими-то обстоятельствами. Здесь будет ситуация не очень красивая. Карта Луна и пятёрка Пентаклей. Вы вынуждены будете уйти в какой-то непредсказуемый путь. Вот вы не рассчитывали на этот путь. Вы не думали, что вам придётся оттуда идти. Но вам придётся на него ступить. Другого как бы выхода не будет. Вы хотите сделать выбор, выбрать между чем-то. Но вам Вселенная сама покажет путь. По сути, вам этот выбор будет не нужен. Потому что поймёте, что что-то третье здесь появляется. Это совершенно другое. И обстоятельства вынудят вас именно на этот путь свернуть. На третий путь какой-то. Это не то будет, между чем вы выбираете. Вы окажетесь в ситуации, когда будет не просто пятёрка кубков. Это стресс, это переживания эмоционально. Такие сложные моменты, когда трудно управлять эмоциями. Потому что вам будет казаться, что рушится ваша жизнь. И вы не властны. Вы будете как бы наблюдать со стороны, да? Видеть, как всё это падает с высоты вот этой башенки. Взрываясь там где-то в небе высоко. И не понимать совершенно, что же дальше делать. Сложно будет десяточка жезлов. Непросто. Непростой период. Но, повторюсь, этот период вас выводит на тот путь, который является для вас истинным. Как бы ни было сложно, но вы всё-таки маг. Вселенная желает видеть вас человеком свободным. От прежних обстоятельств каких-то. Так. Здесь резко изменится ваша жизнь. Восьмёрка жезлов. Быстрые перемены. Вы сейчас не рассчитываете сделать... Не рассчитываете по восьмёрке кубков. Не рассчитываете, что уйдёте. Не думаете об этом. Может быть, не планируете этот уход. Это произойдёт резко. Достаточно резко. Неожиданно даже для вас. И после этого ухода обретёте гармонию, спокойствие. Я бы так сказала, у вас есть достаточно много недоброжелателей. Пятёрка жезлов. Это конкуренция. Кто-то хочет в чём-то занять ваше место. Очень много претендентов на вашу удачу. Видите, луна связана будет именно с этими людьми. Вот луна и пятёрочка жезлов. Здесь что-то будет молниеносное. Именно вот от деяний этих людей. Это какой-то круг, коллектив. Сообщество какое-то. Вам хотят сделать хуже. Чтобы вы пошли, ушли как бы в зиму. Там, где холод, ветер, дождь. Чтобы вы потерпели лишения. Хотят оставить вас ни с чем. Что это за круг людей? Они поглощены, или скажем так, одержимы дьяволом. Видите, они так живут. Слуги дьявола. Добиваются своего через помощь дьявола. Владеют, конечно, какими-то магическими приёмами. Вам будет непросто, но, повторюсь, в этой ситуации произойдёт очищение, которое на самом деле уже должно бы произойти было. Вы должны очиститься от этого негатива, который постоянно на вас идёт от этих людей. Ну, мы как-то держались за эту ситуацию. Почему-то они не хотели уходить от этого общества. Хотя вы там ничего для себя важного, значимого не получили. Никаких перспектив, ни денег, ни каких-то новых возможностей. Эти люди просто... Ну, как-то тянут вас назад постоянно. Постоянно негатив какой-то от них исходит. А ваше сердце, оно открыто. Рыцарь кубков. Да? Зажжённый у него жезл. Хотя карта кубковая, но... Здесь молодой человек идёт на лошади по воде. Видите, сколько разговоров от вас. У вас, вернее, да? А вас вот от этих личностей. Очень много вода. Но вы уходите от этого. Он выходит из тёмного леса. Позади остаются все проблемы, весь негатив, вся чернота, вся грязь. И человек зажигает новый жезл. Идёт на свет. Вы просто будете вынуждены плыть по течению. Будете поставлены в такую ситуацию, над которой вы будете невластны. И жизнь вас вытащит из этого негатива. Уведёт от этих людей. Они вам не нужны. У вас другой путь. Свой. Свой личный. Вы в этот круг никогда не впишетесь. У вас энергетический ресурс другой. Вы с дьяволом не связаны. У вас энергия более чистая, светлая, звёзды. Это ваша характеристика энергетическая. Вы другого поля ягода, скажем так. Вы, знаете, как будто с другой планеты. Вы абсолютно другой человек. И вас во многом не понимает вот это общество. И не принимает ваши принципы жизненные. Ну потому что они видят вас как человека с другой планеты. И они не хотят, чтобы новая энергия внедрялась в вот это вот пространство их, созданное ими же. Грязное. Какое-то негативное, пропитанное насквозь негативом. Ваш свет, звезды, да, света от звезды, для них как удар. Им неприятно, когда вы подбираетесь близко и начинаете как бы распространять свою энергию. Они начинают отторгать, отторгаться, да, и защищаться, отторгать вас. Какая-то ситуация очень неожиданно произойдёт, башня, разрушение, да. Разрушение тяжело на сердце, на душе. Проблема какая-то, над которой вы будете думать, но вы найдёте выход. Здесь прозрение у неё. В голове какая-то мысль, идея. Какой-то вариант вы найдёте. То есть смотрите, если вы сейчас надеетесь на то, что всё стабильно пока ещё, то расслабляться не стоит. Здесь всё равно разрушится всё. Уже сейчас подыскивайте себе вариант для того, чтобы не получилось так, что вот это разрушение оставило вас ни с чем. оно случится, оно будет. не избежите этого. Ну, что ещё хочется сказать. Среди вот этого негатива людского вы увидите какой-то бриллиант. это будет человек, который настоящий друг. Вот здесь шестёрочка кубков, я говорила, там будет человек, которому можно доверять. который вас на самом деле направит в нужное русло, он вам по полочку разложит всю вашу проблемную ситуацию и вы поймёте, что вам дальше делать. Будет момент отчаяния, будет какой-то разговор с этим человеком, вы поймёте, что он друг. Здесь какого-то друга вы приобретаете, вы, видите, теряете каких-то людей, которые лишние по сути вашей жизни. несли вам только негатив, зависть, зло и обретаете какого-то друга, советчика, человека, на которого можно положиться. так вселенная корректирует вашу судьбу, будет корректироваться. потому что так не должно быть, как вот вы жили до этого, и сейчас ещё как живёте, так не должно быть. Вам ведь, как вам хотят обнулить судьбу, дать вам другой шанс, ещё много у вас времени на этой земле. карта дурак, обнуление, да, новое что-то, начало с нуля, вы как будто с нуля начнёте что-то, свою жизнь. это будет абсолютно другая жизнь. но вы к этому придёте не быстро. вы должны уйти от каких-то мечевых ситуаций, двойка мечей, пятёрка мечей. вы боретесь сейчас, может быть, боретесь с этими людьми, какая-то борьба идёт. своё что-то отстаиваете или пытаетесь как-то вот, чтобы вас услышали, да. но видите как, вы действуете закрытыми глазами. почему? вы не видите сути, вы не видите своих перспектив или что, вы боретесь за какое-то место под солнцем. причём среди вот этих людей, вы хотите остаться среди этого общества, быть там с ними. но вы не видите, глаза завязаны, вы не видите сути этих людей, вы не понимаете, за что боретесь на самом деле, по сути. ваша судьба, она, знаете, совсем должна быть другой. вы в этом обществе как будто раб, раб той модели, которая создана этими людьми. вас всё время хотят подчинить этой модели, чтобы вы были как все. а вы не хотите как все, но при этом хотите оставаться в этом обществе. но вас там никто никогда не услышит и не примет ваши позиции жизненные, ваши установки. никто никогда не примет перестановку акцентов, которую вы хотите внести туда. вы хотите там сделать кардинальную переоценку, чтобы люди, ну перенаправить как бы людей на другой путь. они никогда за вами не пойдут. но у вас энергии другие. и вселенная вас уведет от этой ненужной борьбы. вы в этой борьбе только теряете энергию. вам проще перейти на новый какой-то путь, но хотя бы уйти от этой борьбы, абстрагироваться от этого. судьба сама по колесу фортуны вас выведет туда, где будут люди, с которыми вы сможете создать то, к чему вы в общем-то тяготеете. то, что вы здесь пытаетесь этим людям показать, тот путь, на который хотите их направить, вы получите в другом месте легко с другими людьми. там будет проще и легче, потому что это по судьбе, это ваш путь судьбоносный. вселенная вам говорит, оставляй этот путь, обнуляй свою жизнь. наверное, это будет непросто с нуля начать, но зато это будет твой путь, ты будешь понимать, что он перспективен, что тебя там слышат другие люди. здесь вас никто не слышит. ну-ка, что еще расскажут карты? вселенная вас ведет сейчас к установлению какой-то справедливости. и связано это с королем кубков. человек эмоциональный, может быть мужчина, может быть женщина, но такой человек неуверенный в себе, говорят водный король, да, то есть человек, который слишком мягок, который часто боится брать на себя ответственность, который по жизни предпочитает оставаться в тени, уступая вместо лидерства более, скажем так, уверенному сопернику, конкуренту. человек, который, наверное, имеет какие-то комплексы неполноценностей, идущие с детства. вот такой человек есть в вашей жизни. какой-то неуверенный в себе. вот его несет по жизни, он почему-то не управляет своим кораблем судьбы. почему-то его по жизни несет, и здесь какая-то правда будет установлена, правосудие, истина. смотрите, три старших аркана подряд, солнце, мир и правосудие. здесь какая-то будет еще установлена истина, справедливость. на дне колоды я вижу семерочку мечей. это обман, мошеннические действия. это это что-то за вашей спиной. что-то, какое-то влияние негативное, связанное с этим человеком, с этим кубковым королем. видите, здесь будет восстановление гармонии, мир. ситуация выходит на новый виток, мир. это начало нового цикла, нового этапа в ситуации. новый виток будет. пройдя вот эту спираль трудностей, касательно вот этого короля кубкового, вы выходите на новый виток. это просвет солнца. это удача. это ваш шанс установить справедливость и получить то, что, возможно, у вас было украдено по семерке мечей. такое может быть. украли ваше счастье, украли человека, настроили человека, может быть, как-то против вас. украли. потому что я вижу, что вот он поступил, как паж мечей. это импульсивность, это необдуманный шаг. это быстро принятое решение, которое не имеет логического объяснения. это что-то решено на эмоциях. на эмоциях нельзя решение принимать никакие. но человек, находящийся под влиянием чьим-то, конечно, часто принимает решение именно на таком эмоциональном порыве. ну а что там с этим пупковым королем? что этот человек давайте спросим, что почему он таков? почему он позволяет собой управлять? есть какие-то причины, реальные причины этому. почему он принял такое решение? почему он подверг риску ваши отношения? а потому что здесь есть женщина. да, семерка мечей. манипулятор. обманывает, лицемерит, играет роль. носит по жизни маску. интриганка, коварная личность. ну вот она настроила людей против вас. столько людей почему-то настроены против вас, я даже не пойму. вот здесь одно сообщество людей, круг против вас. и здесь еще есть круг. тоже как-то против вас люди. вот заварили они тут кашу, какой-то огненный котел. ну вот что касается этого короля кубков, тут еще бумаги какие-то есть. он что-то обманом мог подписать этот король кубков. да, надавили на него, видите. карта сила это давление со стороны. и это получилось осуществить. нажали на его какие-то больные стороны, я не знаю, на какие-то слабые места. и получили результат, который был нужен. в каких обстоятельствах сегодня находится этот человек, кубковый король? сегодня. буквально пару карт. а там есть другая женщина, помимо этой дамы мечей, королева Пентакли. но там отношения будут завершены. потому что у него в голове другой человек, другая женщина, если это мужчина. если вы мужчина, смотрите расклад, соответственно, у женщины, у вашей есть еще кто-то, но там отношения будут завершены, потому что у нее в голове совершенно другой человек. чувства к другому человеку. Вселенная ведет к окончанию этих отношений Кубкового Короля. Вот такое кризисное время, довольно интересное для вас. Давайте еще посмотрим, да, три карты достанем. Смотрите, вот вы начнете формировать себе фундамент какой-то финансовый. У вас две карты. Пентакли выходит. Восьмерка Пентакли и шестерка Пентакли. Это работа, это продвижение, это перспективы финансового роста. Я не могу сказать, что это перспективы какие-то будут заоблачные. Больших успехов финансовых ждать не стоит. Ну и понятно, да, время сложное, оно, конечно, вносит свои коррективы. Но вы не останетесь без работы. Стабильный доход у вас будет. Небольшой, но стабильный. Меньше, чем раньше, возможно. Но стабильный. Если вы потеряли работу, то обретете по шестерке Пентакли. И здесь предложение какое-то будет от вышестоящего лица вам. Вам нужно выходить из каких-то иллюзий и выходить в Верховную Жрицу. Это карта благоразумия. Планирование своей жизни. Верховная Жрица. Это мудрая женщина. Ее внутренний мир наполнен равенством двух ниш. Материальной и духовной. Вам нужно пересмотреть, на самом деле, свою жизнь очень серьезно. Подойти к этому. И перестать жить иллюзиями. Знаете, иногда так бывает, что Вы верите, что-то придумываете себе, какую-то свою жизнь, которой она могла бы быть. Если бы. И как бы сами в это верите. Ждете, что Вселенная вам это пошлет. Но Вселенная помогает человеку со здравым смыслом. Когда он понимает, чего ждать. Когда он понимает, осознает реальное состояние своих дел. Мечтать нужно, но одновременно нужно и понимать, оценивать здраво, что у тебя есть на сегодняшний день для осуществления твоих желаний. Надо вам немножко, знаете, как-то с небеса спуститься и рационально посмотреть на свою жизнь. Начинайте с малого. Вот у кого-то здесь проиграется так, что есть какая-то большая проблема или много проблем. И вы не знаете, как и с чего начать это решать. Ждете, мечтаете о том, что когда-то это все изменится. Но это не изменится до тех пор, пока вы не сделаете шаг вперед. Пока вы с чего-то не начнете менять свою жизнь. Вот один небольшой шаг, он повлечет за собой решение других проблем. Других вопросов каких-то неразрешенных. Вы считаете, что сейчас кризисное время, и значит нужно сложить как-то ручки и ждать лучших времен? Нет, не нужно ждать лучших времен, нужно уже сейчас работать, вкладывать. Кризис — это время построения нового фундамента для себя. Вот такой расклад сегодня получился. Пишите, насколько информация была для вас полезной. Для меня очень важна обратная связь всегда от вас. Информация, конечно, довольно-таки интересная. Мне кажется, есть о чем подумать. Времена будут еще сложные, продолжаться. Но это не значит, что нужно поставить свою жизнь на паузу. Ну что, дорогие мои, на этом все. Я с вами прощаюсь совсем ненадолго. Всем пока!